Уважаемые коллеги, мы рады приветствовать друг друга на очередном ежегодном общем собрании комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. За последний год мы предпринимали активные усилия по углублению нашего сотрудничества с этой универсальной организацией, ведущей организацией в сфере международного гуманитарного сотрудничества, одной из опорных структур Организации Объединенных Наций. И наши усилия хорошо подкрепляли предпринимаемые нами действия по отстаиванию центральной роли ООН в мировых делах, продвижению демократических норм и коллективных начал в международных отношениях. Все это в интересах развития широкого взаимодействия для выхода на подлинное межцивилизационное партнерство. Очень важным событием стало проведение в Санкт-Петербурге летом этого года 36-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, в которой приняли участие более 2 тысяч представителей из 199 стран. Россия впервые принимала у себя столь представительный форум ЮНЕСКО и сдала этот экзамен на отлично. Я считаю, хотел бы еще раз поблагодарить за работу всех, кто принимал участие в организации заседания, но и слова особой благодарности губернатору Санкт-Петербурга Георгию Сергеевичу Полтавченко, а также постоянному представителю России при ЮНЕСКО Еленаре Валентиновне Митрофановой. Не забуду и председателя Российского национального комитета всемирного культурного и природного наследия Игоря Ивановича Маковецкого. Это наш общий успех и сработали прекрасно. И на фоне этого успеха особое значение имела наша инициатива организовать на полях заседания комитета молодежную модель. Это пилотный проект, который был предложен российской стороной и образцово был реализован в столице Татарстана, Казани. И многие коллеги уже говорят, что такое мероприятие желательно сделать регулярным в практике проведения заседания комитета. Хотел бы отметить личное участие в проведении модели первого президента республики Татарстана Ментимера Шариповича Шаймиева. Трудно переоценить значение принятых решений на питерском заседании, включая в том числе включение в список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО, природного парка «Ленские столбы». Он стал 25-м объектом на территории России, который пополнил этот список. Думаю, что этот итог многолетней кропотливой работы – результат сотрудничества федеральных властей, руководства республики Саха-Якутия. И думаю, что это далеко не последний объект, который в этом списке появился по инициативе нашей страны. Сейчас мы входим в первую десятку по количеству объектов всемирного наследия. И думаю, что самое пристальное внимание требуется уделять проблемам сохранности нашего национального достояния. Общим знаменателем должно быть поддержание разумного баланса между социально-экономическим развитием территорий и сохранением объектов всемирного наследия. И, конечно же, думаю, что поиск таких решений нужно вести открыто в контакте с представителями гражданского общества, средств массовой информации. В сфере образования у нас есть все основания занять ведущие позиции в продвижении инициативы «Образование для всех», которые зафиксированы в программах ЮНЕСКО и которые подкреплены в этом году предложением генерального секретаря ООН Пан Гимуна о его глобальной инициативе в поддержку образования. Ну, безусловно, мы здесь будем опираться на действия и оценки нашего Минобранауки. Одним из важных ресурсов на образовательном треке остаются кафедры и ассоциированные школы ЮНЕСКО. У нас они созданы, по их количеству и практической отдаче мы опережаем большинство стран. Полагал бы целесообразным подумать о том, чтобы провести в России в следующем году первый всемирный конгресс кафедры ЮНЕСКО. В текущем году также положено начало внедрению у нас опыта ЮНЕСКО по созданию сети центров профессионально-технического образования. Это тоже очень важный почин. Заслуженным авторитетом пользуется научный потенциал нашей страны. Подтверждением этому является включение в календарь памятных дат организации на следующий год 150-летие со дня рождения выдающегося российского ученого Вернадского. Россия в числе наиболее энергичных участников программы «Человек и биосфера». И в этой связи хотел бы поздравить Республику Башкортостан. В июле нынешнего года Башкирский Урал стал 41-м российским заповедником, который был включен во всемирную сеть биорезерватов ЮНЕСКО. Отдельного разговора заслуживает участие России в межправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО. И считаю одной из первоочередных задач возобновления нашего присутствия в ее секретариате. В начале следующего года планируется подписание соглашения между ООО «ФосАгро» и ЮНЕСКО об учреждении программы именных стипендий для перспективных молодых ученых-химиков. Проект будет осуществляться в рамках международной программы по фундаментальным наукам и станет первой инициативой такого рода, которая реализуется ЮНЕСКО в партнерстве и при полном финансировании со стороны российского бизнеса. Думаю, что это пример достойной подражания. Хотел бы также отметить то, что член нашей комиссии Евгений Иванович Кузьмин переизбран председателем межправительственного совета программы ЮНЕСКО «Информация для всех» на второй строк. И думаю, что нам важно добиваться выделения финансовых средств из бюджета ЮНЕСКО на реализацию этой программы, так же, как и программы «Память мира», которая работает в сфере документального наследия. Необходимо упрочить наше влияние в международной программе развития коммуникации. Предлагаю подумать о том, предложения на этот счет поступали, чтобы выступить в пользу проведения в России в 2015 году Всемирного саммита по вопросам информационного общества. Дефицит финансовых средств в организации имеется. Мы исходим из того, что продолжающаяся реформа ЮНЕСКО уделит этому вопросу особое внимание. Нам параллельно надо думать и о том, чтобы решать проблему кадровой недопредставленности России в секретариате организации. Об этом, я уверен, наши коллеги еще сегодня поговорят. Анализ тех мероприятий, которые мы осуществили, свидетельствует, что, несмотря на наличие упомянутых мной проблем, сложностей, принятые на прошлогоднем собрании решения, в основном успешно выполнены. Хочу отметить активную работу регионов, прежде всего, Республики Алтай, Башкортостана, Республики Саха-Якутия, Санкт-Петербурга, Татарстана, Астраханской области. Все большую заинтересованность в развитии сотрудничества с ЮНЕСКО проявляют Адыгеи, Бурятии, Тува. Высокой оценки заслуживает деятельность большинства профильных комитетов нашей комиссии. При этом ясно, что резервы пока еще использованы не в полной мере, есть поле для более активной деятельности наших федеральных министерств и ведомств. В заключение хочу сказать, что в нынешних условиях платформа ЮНЕСКО может внести весомый вклад в задачу создания более благоприятных внешних условий для динамичного развития нашей страны, нашего общества, прежде всего с точки зрения расширения российского культурного и информационного присутствия за рубежом. Задачу в разы и на порядок повысить такое присутствие поставил президент Российской Федерации в своем послании Федеральному собранию. Думаю, это очень мощная политическая поддержка нашей работы. Надо, конечно же, расширять и повышать долю России в мировых научно-образовательных услугах, активнее участвовать в распространении идей гуманизма на международной арене. Дефицит нравственности в международных отношениях ощущается, его нужно активно восполнять. Спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!